Друзья, приветствую всех на паблице новин. Я Анастасия Федор, имя сегодня Юрий Рашкен, депутат окружных сборей округа Року, штату Висконсин, а также ведущий ютуб-канал Рашкен Репорт. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Анастасия. Спасибо за приглашение. Слава Украине. Героям слава. Давайте начнем со слухов, которые ходят в западных СМИ, авторитетных. Пишет Ройтерс, что в штабе кандидатов президенты США Дольда Трампа разработали некий план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров в Россию и Украину, а если кто-нибудь из сторон откажется, то штаты будут влиять на ту сторону, которая откажется. Как думаете, может такое быть, что план уже существует? Ну, здесь, конечно, уже интересны рычаги влияния. На каких условиях готовы были бы садить трамписты Украину и Россию за стол переговоров? У Трампа одно оружие, которое он использует против всех. Это страх. Он использует страх, чтобы запугать республиканцев, чтобы республиканцы вернулись обратно к нему. И мы видим это на примере Никки Хейли, которая вначале вроде бы вела противостояние, так хорошо себя показала, а потом в конце сказала, что проголосует за Трампа. Республиканцы испугались, их было легче всего запугать. Они свои, на них влияет свое же ядро. И они очень быстро вернулись к Трампу. Как он пытается запугать всю остальную Америку, это рассказать нам о том ужасном мире, который, оказывается, создал Джо Байден, который он не решает, и только Трамп может прийти и все это спасти, иначе у нас будет полный крах страны. Это является игнором реальности, потому что экономика процветает, и, я не знаю, нам не хватает людей, вместо того, чтобы бороться с нелегальной эмиграцией, неплохо бы как-то в этим разобраться, потому что нам не хватает служащих. Но ситуация не такая уж страшная, как нам пытается рассказать Трамп и Fox News какой-нибудь. И то, что сейчас происходит с Украиной, это часть решения проблем Трампа способом Украины. Это не то, чтобы он пытается своими трамповскими методами решить наши проблемы. Нет, он решает нами свои проблемы. А для него как бы сплотиться лучше с Путиным, и как лучше, чтобы его диктаторы на него смотрели с уважением. Это то, что его волнует. Поэтому для него сказать, чтобы для него было бы еще лучше испугать Украину так, чтобы Украина сама захотела сесть за стол переговоров с Россией, потому что, ну вот смотрите, Трамп уже сказал, что будет. А если вы считаете, что Трамп неизбежен, то тогда имеет смысл. Зачем даже думать о том, что он придет, он будет недоволен. Давайте покажем ему, какие мы сознательные и сами договоримся с Россией. Сейчас пока еще есть помощь от Соединенных Штатов при администрации Байдена. Поэтому нужно понимать, что люди, которые распускают вам, вешают лапшу о неизбежности Трампа, о том, что Трамп хорошо выглядит на выборах, это люди, которые играют на руку Владимиру Путину. Потому что таким образом они подталкивают Украину к ощущению, что нужно договариваться с Россией сейчас. Решение тут, конечно, за украинцами. Я просто рассказываю, как вот этот шарлатан Трамп империрует, и он пытается всех запугать. При этом интересно, что он не один, потому что я слышу, что посещает Heritage Foundation, была встреча в Одессе, где они пытаются вот как раз убедить и доказать, что нужно Украине самой захотеть. Знаете, что это сыграло бы на руку и Трампу, и Путину. Поэтому, когда возникают такие планы, особенно когда они возникают пару дней перед дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом, то начинаешь думать, а зачем он сейчас об этом заговорил, потому что он же так долго отнекивался, что у него нет никакого, у него нет секретный план, секретный план. А какой план? А план позорный. План это отдать территории, план-то прекратить помощь. И если они не договорятся, тогда он возобновит помощь. Но нельзя и так, и так, и не помогать, и помогать. Реши уже, либо наденьте, либо снимите. А с Трампом все, он пытается нагнать такого страха и непонимания. Поэтому мне кажется, что просто это нужно видеть за то, что это есть. И, по крайней мере, после этого разбираться и принимать соответствующие решения. Также известно, что 27 июня Джо Байден и Трамп готовятся к традиционным президентским дебатам, пишет CBS News. Они будут длиться 90 минут. Ведущий путем перебрасывания монетки выделит место у каждого своей трибуны. И также пишет, что будут впервые без аудитории, чтобы не отвлекать политиков. Как думаете, дебаты – это то место, где может все-таки удастся кому-то из кандидатов все-таки на свою сторону перетянуть ту или иную аудиторию? И, как я понимаю, что тема Украины там не будет звучать очень громко. То есть, я так понимаю, это все будет на американскую аудиторию. Ну, а у них, наверное, совсем другие проблемы сегодня. Тот факт, что Трамп уже озвучил свой план и что произошла утечка стратегическая. И мы знаем, что у Трампа есть план за пару дней перед дебатами. Говорит не о том, что он собирается это каким-то образом использовать в дебатах. Потому что Джо Байден будет больше говорить, наверное, о том, что нужно поддерживать союзников, противоборствию демократии и авторитарных государств и диктатур. А Трамп будет говорить, я решил бы, смотрите, я обмиротворец, давайте мне Нобелевскую премию мира, где она? Вот Обаме дали, а мне не дали, я самый пострадавший, а я уже решил эту проблему. Это можно написать, этот сценарий. Мы видим, как этот диагноз себя разыгрывает каждый раз. Он всегда строит из себя жертву. Но насколько это достучаться он сможет до избирателя, Джо Байден очень рассчитывает на Дона Трампа. Потому что Джо считает, что когда люди увидят Дона, они скажут, о боже, это нехорошо. Этот человек не может быть президентом. Он и в 2016 году не мог быть президентом, и в 2020, а уж сейчас-то точно. И мы видим, что по опросам сейчас он теряет поддержку независимых. И это ему кажется... Ну, давайте вернемся к дебатам, наверное, потому что все-таки там есть пара вещей, которые нужно осветить. Не будет публики. Не будет возможности говорить после двух минут или минут. То есть регламент будет соблюдаться. С другой стороны, это невероятная победа для СНН. И все остальные каналы, которые СНН дала право транслировать эти дебаты. Там, кажется, сзади большими буквами будет написано СНН. То есть все будут знать, что они до сих пор существуют. Это прекрасно, потому что просмотры у них сейчас мизерные, потому что лето. И Джо Байден надеется, что эти дебаты смогут сконцентрировать внимание публики. Так же, как Джо Байден вышел на речь в State of the Union и сказал, что он здесь, чтобы разбудить Америку. А вот он надеется, что таким образом Дон Трамп разбудит Америку. Еще один важный вопрос, что касается F-16. Не знаю, может, накануне вот этих дебатов какая-то информация просачивается. Может, не все, конечно, правдивое. Но давайте с вами это обсудим. Пишет «Киевпост», что ситуация с подготовкой украинских пилотов на F-16, что Белым домом якобы саботируется. Ну, по крайней мере, они пишут, что так им говорят их собственные источники. Мол, это касается и усиления учения, и, в общем, всего, что связано с тем, чтобы как можно быстрее передать Украине эти истребители. Как думаете, информация может быть достоверной? И какой смысл тогда получается кому-то саботировать передачу F-16? Никакого смысла. Мне кажется, что надо перестать клеветать союзников и успокоиться, и понимать, что если вас не пускают в операционную комнату, то может потому, что вы не в халате, и нужно получить образование. Ну, как-то если американцы говорят, что у нас такое-то количество людей, такое количество мест самолетов, что американцы не хотят тренировать больше, чем нужно геть по количеству самолетов, по своим процедурам. У них, как сказать, дайте профессионалам поработать. Почему это обязательно должен быть саботаж? Это просто меня поражает, когда вот мы не хотим ехать на такой безумной скорости на автомобиле, потому что, я не знаю, полиция, опасная дорога, все на свете. Так это саботаж. Это, оказывается, саботаж называется. Это печально. Но тут надо понять, что есть большая роль тут играет дезинформация, которой в каком-то смысле мы просто с вами сейчас занимаемся. Потому что обсуждение F-16, когда мы, ну, как вы скажете, часть их силы в их секретности, ну, тут можно сказать все что угодно. А возможно прилетят летающие тарелки. Вы знаете, у Соединенных Штатов новое оружие. Летающий Путин в холодильнике. Я не знаю. Нужно что-то придумать, мне кажется, потому что F-16 в какой-то мере, мне кажется, тема, которую, ну, мы просто русские узнают, знаете, как еще одно оружие, о котором они узнают в последний момент. Мне больше нравится то, что разрешение бить можно по всему фронту по России, потому что ситуация такова, что Россия занимается эскалацией, и Соединенные Штаты отвечают. И F-16, F-35 играют здесь всю свою роль. Зависит от того, когда, значит, мы передадим более новые самолеты союзникам, они передадут все по расписанию. Поэтому говорить, что это какое-то, знаете, вредительство, я уже даже не знаю, саботаж. Какие слова люди используют? Мне кажется, ну, как-то надо вот, может быть, это хорошо для YouTube-видео, но, в принципе, это просто радикализация отношений, когда просто мы движемся к победе. Да, мы точно движемся к победе. И вот есть еще одна победа в Международном уголовном суде, потому что известно, что там выдали ордера на арест бывшему министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба РФ Валию Грассимову. Но что интересно, вот приказы касаются международных преступлений, которые были сделаны в период с 10 октября 22 года по 9 марта 23 года. Там идет о том, что и нападение на гражданские объекты, и на эргоинеровскую структуру, вред гражданским людям и объектам и тому подобное. Но такое, честно, так кажется, что якобы до этого времени, до 10 октября, вот тот же Герасимов и Шойгу ничего не делали. Ну, хорошо, ладно, так тоже хорошо. Как вам вообще темпы вот этих ордеров на арест? Я думаю, кто может повлиять здесь, не заработка, а может Украина, потому что уже третий год полномасштабного вторжения, но как-то очень медленно, нам все кажется, идет. А что, есть возможность прийти и забрать Путина? Ну, как, я не понимаю, почему мы даже как-то об этом говорим, потому что пока нет возможности исполнить приказ суда, по крайней мере, нужно, чтобы был приказ суда об аресте. Но это уже хорошо, потому что без этого приказа нельзя... Ведь Милошевича выдали в конце концов, но без приказа на арест не выдают, поэтому пока что нет никакой вероятности, что Путина кто-то или Шойгу кто-то завтра выдаст. Поэтому идут своим ходом, собирают доказательства, идут, прекрасно, потому что ведь на суде же нельзя просто с бухты-барахты. Нужно иметь доказательства, нужно иметь четкую аргументацию, это же суд, поэтому хорошо, пусть собирают, а потом, значит, надо будет привлечь к ответственности. Но я вижу, и уже привлекают, но мне эти списки будут только расти и расти и расти. К тому времени, когда мы достигли момента ответственности, вот тут, я думаю, что будут телефонные книги со списками. Но сейчас это мне говорит еще о таком важном моменте. Это не просто делегитимизация путинского режима, потому что он наполнен преступниками, международными преступниками, но это еще говорит о том, что просто уйти от власти уже недостаточно. Просто вы уже бывший министр, я не настоящий, я бывший министр. Бывший министр все равно может попасть под арест, может оказаться в Гаге на скамье подсудимых, поэтому тут тяжелая ситуация у путинского режима. Можешь уйти в отставку, ты все равно уже оказался замазан кровью. А что вы ожидали? Последствия, дамы и господа. Поэтому я вот вижу и тут еще такой важный момент, и, конечно, это делегитимизация режима. Да, это более такая северная кореизация России, которую отталкивают и говорят, что мы с ними нельзя вести дела. И это мы не можем избавиться, знаете, взять планету, где будет Украина, но не будет России. Ну, они там стараются, но, тем не менее, территорию соседей не выбирают. Но дипломатически и политически Россия и Украина оказываются все более и более в разных вселенных. И это очень хорошо, в разных созвездиях, скажем так. Потому что созвездия России – это Северная Корея, Иран, Китай. Китай старается делать вид, что они на самом деле не такие, но они такие, потому что там диктатура. А с другой стороны, есть Украина и страны Запада. И Украина – это часть, ну, знаете, в Греции проблемы были. А сейчас Греция – очень успешная страна, и развивается бурными темпами, пышными бурными темпами. Так что все это, знаете, просто в каком созвездии вы находитесь, и Россия через эти приказы на арест, через всю эту вот такую ответственность, понимаете, вот такое слово есть по-русски – ответственность. Это не означает, что прилетит волшебник на голубом вертолете и похитит Путина или сбросит до него ядерную бомбу. Нет, с этим всем еще надо будет разбираться. Но просто этот процесс должен идти. Я очень рад видеть, что он идет. Потому что когда Путина, если он доживет, и его привезут на скамью подсудимых, ну, нужно, чтобы его там ждали. Его там ждут, ждут Шойгу, ждут Герасимова. К тому времени, когда... Но могут не дожить, ведь проблема в Путина, ему надо больше нервничать о табакерке, чем о Гаге. Поэтому, мне кажется, тут список свидетелей, список преступников будет расти. Вопрос, опять же, в том, какое наказание. Ну, в общем, тут ничего хорошего для них не выглядит никаким образом. Тем временем в Китае сделали заявление по поводу Украины. Говорит китайский лидер, что Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине, как они называют войну, своим собственным способом. И поддерживать все усилия, которые будут способствовать мирному разрешению войны. Вот здесь интересна вот фраза, собственный способ, что это значит. И вот по поводу конструктивной роли Китая вот в этом всем. Как вам это все видится? Мне видится так, что Китай вляпался. Потому что Китай хотел сидеть на двух стульях, а ногу засосало в российское болото. И теперь они как бы... Интересно, что Китай сейчас очень активно уходит от ископаемого топлива и передвигается на возобновляемую зеленую энергетику. Что, опять же, должно, мне кажется, беспокоить россиян, которые надеются, что их заправка всегда будет кому-то нужна. А в это время даже Китай пытается от них отгрести, как можно быстрее дальше и меньше от них зависеть. У Китая тоже проблемы, потому что, например, сейчас идет информация о том, что у них идет очень активная чистка в армии. А если там идет чистка в армии, потому что они борются с воровством. Кто его знает, когда в диктатурах с чем-то борются. Главное, что головы летят. А это говорит о чем? О менее большой боеспособности китайской армии. Значит, возможно, это может повлиять на какие-то вещи, но насколько угроза китайской может в такой момент быть, непонятно. Но она не повышается, надеюсь. Поэтому влияние Китая идет на дипломатическом, на экономическом уровне. При этом, учитывая, что Соединенные Штаты возвращают производство обратно на наши берега, экономически Китай слабеет, дипломатически Китай слабеет. Поэтому они, конечно, могут использовать рычаги власти, чтобы остаться тем, что у них было, в принципе, до того, как Путин все это разгромил. Но ведь он же очень, мне кажется, попортил игру Китаю. Китай так, знаете, и Путин разбудил Соединенные Штаты. И все это теперь, значит, Китаю вредит, и Китай должен с этим разбираться. Хотя, конечно, Китай получил такой замечательный рынок сбыта. Россия, ура! Там можно избавиться от всего самого дешевого, поганого, которое никому больше не нужно. В России будут съедяться, а что-то, а кто еще? Северная Корея, Иран, да, и все через Беларусь. Поэтому это тяжелые ситуации для всех стран в этом ужасном созвездии, оси зла. И они будут держаться друг за друга. Но отсюда мы видим все очень четко. Если у нас у власти представитель демократического мира Джо Байден, то мы вместе с демократиями. А демократии не с Китаем, демократии не с Россией, демократии не с Ираном. Ну, это просто надо четко понимать. Поэтому, когда есть желание иметь со всеми хорошее отношение, можно иметь такие желания. Но нужно понимать, что на вас смотрят. Либо вы один из хищников, либо вы один из кого-то поедают. И вот в такой ситуации на демократии смотрят, как будто они овцы. А овцы смотрят и считают, что они, наоборот, следуют закону и порядку. И таким образом мы вооружены, и мы бараны, и нас вообще не пробьешь. И все перед нами упадут. Посмотрим. Мне кажется, что жить лучше в демократии. Удовольствие для каждого человека лично, ну, и за исключением тех, кто добрались до кормушки в диктатуре, лучше жить в демократии. И поскольку у нас избиратели это понимают, они не хотят, чтобы у нас был уголовник президентом, то мы продолжим этот курс еще 4 года. Это дает всем странам большие возможности, мне кажется. Но тоже ограниченные с пониманием. Поэтому страны усиляют свою Европу, усиляют свою защиту. НАТО теперь более сильный будет еще генеральный секретарь. Это цена, к сожалению, американского авторитета. Потому что чем меньше люди зависят от Америки, чем меньше они надеются на Америку, ну, тем менее важна Америка. Спасибо, Дон Трамп. Он нам, значит, портит такую ситуацию. Так все хорошо шло, пока Трамп не пришел. Теперь надо делать Америку великой опять. Но уже без него. Спасибо. Китай еще вернемся. Вот интересно, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек, он предупредил китайское правительство о том, что могут быть экономические последствия поддержки России в войне против Украины. Это он сделал в Пекине на встрече с представителями китайского правительства. Ну, и он сказал, что война России против Украины также затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности. Поэтому вот он такое предупреждение сделал Китай. Вот как думаете, от Германии Китай принимает какие-то предупреждения, скажем так, вот такие вот заявления? И если были факты, были факты, ну, точно в западных СМИ, или постоянно об этом говорят также и европейские политики, если они были и есть, может, лучше наперед какие-то санкции там уже ввести? Я не знаю. Я думаю, что наперед – это не то, что демократия любит делать, потому что демократия любит иметь коллективные решения, которые потом можно оправдаться перед избирателями. А пойти вперед и сказать, у нас не было выбора, всегда будет другая сторона, которая скажет, «О, ЕС, у вас был выбор, почему вы так это сделали?» Поэтому нужно себя в таком каком-то политическом смысле ставить без отсутствия выбора. И когда, к сожалению, происходит какая-нибудь катастрофа, то тогда, значит, вот этот выбор теряется. Но очень зависит от того, кто у нас у власти, потому что если у нас у власти Джордж Буш, то можно в Ираке оказаться непонятно почему и каким боком после 11 сентября. Просто потому что у нас там были такие люди, которые решили, что наше решение атаки на башни-близнецы – это вторжение из того, что мы снесли с Адама Хусейна. Можно обсуждать, это хорошо или плохо, но то, что демократ повел бы себя по-другому, однозначно, а кризис, возможно, даже и катастрофы то не было бы 11 сентября. Поэтому каждый будет решать свои проблемы по-разному, но попытки диктатур запугать демократии, как сказать, они проваливаются в тот момент, когда демократии чувствуют угрозу. А демократии сейчас чувствуют угрозу. Это видно на выборах, когда мы видим, что правы набирают. Значит, демократии – свобода в опасности. Поэтому, конечно, это привело уже к более агрессивной риторике. Это очень важно. И вопрос теперь, возможно ли это довести до действий. Но я всегда нервничаю просто в том смысле, что такие сильные действия, я не знаю, как объявить Россию государственным спонсором государственного терроризма, это от таких плохих вещей, так сказать, о хорошей жизни к этому не приходишь. Поэтому это меня беспокоит, когда такие серьезные последствия. Сейчас США больше, мне кажется, обеспокоены тем, что Россия может нанести удар в космосе. И это может оказаться очень большим ударом по боеспособности и по функционированию мира, потому что Северная Корея неважна, если у них отключат интернет, наверное. А для Соединенных Штатов, для Украины, для Запада было бы очень опасно, если бы в космосе произошла такая катастрофа, после которой мы бы, скажем, потеряли связь или качество связи. Поэтому тут есть угрозы от России, которые Соединенные Штаты очень следят. И, как сказать, если будет нанесен превентивный удар, то это означает, что ситуация... Я даже не могу себе представить все-таки превентивный удар. Вот скажу вам честно, должен быть какой-то другой лидер, чем... Если будет Трамп, то он будет просто хаотичен. И это навредит Америке, это навредит авторитету, это может быть какая-то сиюминутная победа, но это всегда будет удар по репутации США. А то, что демократии при Джо Байдене... Джо Байден не боится ответить, но, видимо, он считает, что это должно быть ответом, потому что если сила, то это нужно использовать с разумом. А если разум, то, значит, нужно иметь причину, почему ты это сделал. Зачем? Объяснение. Чтобы люди согласились. Потому что, как я говорю, в демократии всегда есть вторая сторона любого аргумента, который должна использовать это обязательство, напомнить избирателям о том, что есть другая точка зрения. Еще одно важное событие, которое мы ожидаем, это саммит НАТО. В Вашингтоне уже разные слова мы слышали, вот, дорога к НАТО, мост к НАТО. Столденберг сказал, что он был бы очень рад, если бы можно было бы утвердить, скажем так, какую-то такую долгосрочную помощь для Украины. Но все же, какой вердикт должен быть, какое слово подобрано, чтобы дать России понять, что Украина в НАТО будет? Пока Украина не будет в НАТО уже, Россия будет думать, что это отмазки, отсрочки. Но это не факт, что является, в общем-то, реальностью, потому что мы видим, что будут договоры, есть договоры, двусторонние договоры. Эти договоры должны быть использованы для того, чтобы модернизировать и наладить отношения в Украине с западными армиями и так далее. И потом эти командные возможности передать в НАТО, когда Украина вступит в НАТО, как сказал президент Байден, после победы. То есть Запад не рассматривает вступление Украины в НАТО, как способ окончания войны. В принципе, Запад рассматривает вступление Украины в НАТО как гарантию против будущей агрессии. Поэтому вот этот кризис, эту войну Украине нужно выиграть без НАТО. Это то, что хочет НАТО. Они хотят помогать, они хотят быть союзниками на индивидуальном уровне, но не как организации, они не хотят быть, наши мальчики, к сожалению, должны быть украинцами. И поэтому это тот мир, в котором мы живем. Представить себе, что это как-то измерится по-другому, опять же, говорит о том, что об угрозе, которую мы можем тогда наблюдать. Если Украина окажется в такой опасности, что ее государственность может встать под вопрос, тогда может случиться тот кризис, когда ее в срочном порядке примут в НАТО, но это не от хорошей жизни. Поэтому, опять же, Украине тогда нужно будет решить, что она отказывается от военного сопротивления за определенные территории. Украине это тоже вроде бы сейчас еще к этому не готово. Поэтому это должен быть танец, в котором обе стороны готовы принять участие. И главное, мне сейчас кажется очень важным, это чтобы Украина донесла до мира понимание того, что я уверен на самом деле, что это произойдет. Что пораженческий план Трампа, это не план, который работает для Украины. Это фальшивый мир, это то, что сказал Энтони Блинкен. И украинцы это понимают, и они не будут ловиться и вестись. Но это вот, мне кажется, но это решение Украины. Возможно, Украина скажет, знаете, достаточно. Все, давайте решать сейчас эту ситуацию. Все, хватит. Но я вот не слышу этого от украинцев. Поэтому вот такое мое мнение. Что ж, благодарю вас, Юрий, за важный разговор, за анализ всех ключевых событий последнего времени. Что ж, будем также наблюдать и за дебатами в Штатах. И обязательно, уверенно, после этого все с вами обсудим. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Хорошего вечера и дня. И слава Украине. Дякую. Героям слава. Друзья, Юрій Рашкин, вы с нами. Это дебутат окружных сборей в РОК штату Константин. Дякую каждому. Додавьте это видео до конца. Будь ласка, ставьте вподобайки, пишите ваши комментарии. Ну и, конечно, бережьте себя каждый. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»